Солнце озарило эти земли, уже весна скоро, а я все еще видос по Метроне сделал. Да, мы все-таки дожили до последнего финального дополнения, которое называется История Сэма. Я знаю, что сюжетки делаются дольше, чем те же летсплеи, но у нас уж так заведено с Метроном. Если вы вдруг пропустили все на свете, то мои ролики про Метро Исход будут в плейлисте в описании под данным роликом. Две части сюжета основной игры и дополнительно предыдущая DLC 2 Полковника. Та информация поможет вам соориентироваться, что тут вообще происходит. Ну а для настоящих метрономов сегодня завершится история, причем на одном интересном персонаже по имени Сэмюль Тейлор. Волею судеб занесенного в наши снежные и не очень края. По сюжету неунывающий оптимист из солнечной Калифорнии прощается со своими друзьями, вместе с которыми он пересек пол России на паровозе. Ну и далее в одиночку отправляется в далекий Владивосток, попутно рассказывая свою историю. Оказывается, еще до войны Сэма, как бывшего морского пехотинца, направили в Москву охранять неназванное посольство. Но, к сожалению, непыльная работенка затянулась лет эдак на 20. Благодаря Третьей мировой ядерным грибам и вкусному борщу. Ко б что ни говорила, борщ у нас действительно вкусный. И вот оставшийся один одинешник в московской подземке у американца просто не оставалось другого пути, кроме как вступить в тамошний орден спартанцев. Про который было предостаточно сказано в сюжетке оригинальной игры и в моих пересказах соответственно. Что примечательно, говорил приезжий по-русски намного лучше некоторых гостей столицы, а за прекрасную боевую выслугу мужик дорос до личного телохранителя полковника Святослава Мельникова. Тем не менее, душа просилась на родину и большое путешествие на Авроре, организованное после отката глушилок, подарило гостю надежду. Информация о выживших городах за пределами Белокаменной вселяла веру. Веру в то, что однажды путник сможет вернуться домой к родной семье. И по мере продвижения Авроры в сторону восточной части России эта вера росла и крепчала. Когда вся команда добралась до заснеженного Новосибирска, покрытого толстым слоем снега и радиации, отрывка за океан Сэм Юля сдерживала только чувство долга перед товарищами и тем самым орденом. И действительно, Сэм служил верой и правдой спартанцам до самого Байкала. Там же, судя по DLC, произошло прощание, после чего Сэм уже в одиночку направился в сторону Владивостока. Единственное место, откуда можно было попасть домой в Америку. Ну и теперь со словами Hello, Vladivostok Начинается длинная и интересная история. Американская история Икс. Ты чё, блядь? Охерел ты что ли, Сэм? Извините, извините, не смешная шутка, знаю. К сожалению, Владивосток после ядерной войны переживает не лучшее время, как и все представленные в игре города. Но, тем не менее, замшелые пейзажи выглядят прекрасно. Благо, нет конченной ядерной зимы, от которой обитатели московской подземки Влад-Депрессия в 10 лет. Хотя сказать однозначно, что на человека влияют пагубнее столичные темные тоннели или чайной грибкой, там приходилось пить достаточно сложно. Возвращаясь к красивому, вид на золотой мост просто шикарный. Тут даже Сэм говорит вау, хотя больше подошло оу май. И действительно величественнее, чем данное сооружение, была разве что нагрузка на мою видеокарту во время записи данного момента. Естественно, идти куда глаза глядят нельзя, и дело тут даже не в ограниченности игры, а скорее в выстрелах в перемешку с чертыханиями, которые очень скоро нарушат безмятежный покой. Ну и интересно же, что там. Как выясняется, свежий воздух долины испортили какие-то кончи из соседнего здания, коронованного гигантской вывеской фуникулер. Фуникулер действительно на месте, и на первый взгляд может показаться, что в краю бухих медведей опять не поделили металлолом, но не все так просто. Хитрые бандиты устроили конфликт, но сами же в нем проиграли, после чего главгерой обзаводится новым товарищем, полоумным дедом, лагающим на оба глаза, который стреляет то в нас, то снова в нас, но при этом смотря в другую сторону. На вопрос, нахер ты это делаешь, контуженный, внятно ответить не может, и требует спрятать большой ствол назад в кабуру, но серьезный Сэм привык разговаривать на своих условиях. Вследствие чего агрессор крайне быстро оказывается неудел, после чего идет на мировую. На самом деле, этот персонаж вполне себе дружелюбный. Зовут Эдуард Баранов, является капитаном огроменной субмарины со времен Третьей мировой войны. Поскольку фуникулер Владивосток Соединенной Штаты Америки на данный момент не работает, то морской волк предлагает забугорному товарищу пересечь воду на той самой здоровенной подлодке, некогда принадлежавшей ему, но теперь после рейдерского захвата, мирно пасущейся в своей гавани. За разговором выясняется, что наш протагонист не единственный гамбургер в округе, но кто же второй, Кэп не успевает рассказать, ибо на команду нападает не есть откуда взявшаяся стая каких-то же покрылов. В принципе, дядя Сэм летать тоже умеет, но, к сожалению, в одном направлении и только один раз, так что сражаться с Крыланом, так зовут это страшное создание, придется как-то по-другому. Например, ползая по еле живому мосту, но даже при этом бой выглядит захватывающе. Да тут вообще вся первая локация выглядит на те самые 900 рублей, что стоит данная DLC. Хорошая погода, прекрасные виды, экшон с первых минут, Бэтмен с разумом роя, контролирующий зеркраш из мышат, причем убить босса просто так, выстрелив с ракеты земля-воздух, не получится. Зверюха то и дело ныряет в листву, а затем возвращается с новыми силами в воздушное пространство. Вся эта красота происходит до тех пор, пока у Сэмьюэла попросту не сгорает жопа, и он не напрыгивает на добычу буквально с одним ножом. Под тяжестью демократии живой парашют падает на землю, а вместе с ним и ветхие балки, но морской котик и тут вышел сухим из воды, не знаю уж насколько это уместно. В общем-то, на этой тестостероновой ноте схватка с Крыланом заканчивается, но лишь на время, лишь на миг. Вообще не одними лютунами будем живы, всяких тварей, пусть иногда и заскриптованных, в дополнении хватает, и если там тараканы и всякие жучки-паучки были в оригинальном исходе, то вот змеюки, выпрыгивающей из глаза, трупа точно не было, и такого добра здесь хватает. Подушив змею, главгерой продолжает свой звилистый путь дальше, даже не подозревая, что идет в засаду самого страшного существа в данной игре. И имя ему «Местный житель, руки вверх». Не-не-не, не сейчас. Вместо привета удар ногами, вместо разговора пошли с нами, но и крутой Сэм не лыком шит. На кой-то ляд он сдался нападавшим живым, поэтому последние используют лишь холодное оружие, что как бы невзначай провоцирует драку в рукопашную, причем в духе Голливуда, где один, но хорошо подготовленный Джеки Чан может разобраться с толпой. Особенно забавно наблюдать за здравяком Сэмми, душащим одного беднягу и параллельно орущий на русском и английском матах одновременно, в то время как вся толпа стоит и просто снимает на телефоны. Продолжается весь этот зрелищный боевик ровно полторы минуты реального времени, после чего у одного единственного лысого из банды все же хватает сил вырубить быка из-за бугра. Так и живем. Во время романтической прогулки на катамаране конвоиры таки поинтересуются за талант Сэма в построении англо-русских матюков, на что в ответ сначала услышат шутку про бурятов, но в конце концов таки добьются подтверждения своей теории об иностранном происхождении, добавив, что в таком случае пленник поладит с неким боссом. О приближении босса сообщается заранее. Пред взором предстает мрачная фигура с зонтом, пришедшая в ненастную погоду лично поглазеть на диковинную находку. Первым делом гости велится развязать, а вторым доставить лично к трапу, надеясь, что без недопониманий. На деле вместо трапов главгероя знакомят с ключевым персонажем данного дополнения, другим американцем по имени Том, ну а чуть позже и с его личной охраной, неким господином Клином, в арсенале которого, помимо прокуренного голоса и зэковских замашек, имеется еще и привычка всегда выбирать стул с хуями. В принципе, братья из гетто с учумелым акцентом довольно быстро находят общий язык и разговор заходит о побеге за океаноч. Босс сообщает, что через Тихий океан уже никто не ходит, хотя переправиться можно на данной субмарине. Вернее, можно было бы, как верно подмечает Клим, и вот почему. За чашечкой виски выясняется, что в 2013 году во время Третьей мировой Том переехал в Россию, где стал работать в сфере продажи оружия. Теперь же, имея большой запас боеприпасов, а также значительное количество людей под командованием своего помощника Клима, буржуйское лобби сумело приспособиться к условиям постапокалипсиса. В начале 2030-х годов, когда они прибыли во Владивосток, Том заключил сделку с уже знакомым нам капитаном Эдуардом Барановым, владельцем субмарины и по совместительству главой местного поселения. Благодаря очарованию Тома и борзоте Клима поселок, подводников сумел дать отпор мародерам, предшедшим грабить и убивать все живое и уже неживое. Однако вскоре Том вступил в конфликт с Барановым, так как тот уперся как баран и не хотел размахивать ядерным оружием на борту для запугивания неугодных, и после непродолжительной борьбы несчастный старикан был выгнан ссанными американскими тряпками, в то время как Том стал фактически единственным лидером поселения и по совместительству подлодки. Наступил 2036 год, и под руку удачно подвернулся путешественник Сэм. Ему предлагается найти капитана и убедить отдать топливные стержни для простаивающей субмарины. Взамен Том обещает капитану поселение во Владивостоке вместе со всеми людьми, не желающими уходить, ну а гостя первым рейсом доставят до родины. Вне очереди Сэм попадает на местный склад оружия, где сходу получает внеземные технологии из канала России-1, а именно универсальный детектор, позволяющий отслеживать мины, оставленные врагами народа из пятой колонны. Также морпеху предлагают заново пройти курс молодого бойца, повертеть оружие, пострелять по мишенькам, почему бы и нет. В довесок к богатствам здесь же игроков поджидает наш старый друг Верстак, их в игре будет предостаточно, ну а по функционалу данный стол трудовика не уступает аналогам из оригинального Метро Исход. По мере прохождения открываем дополнительный обвес, крафтим всякие патроны и метательную шнягу, можно и оружие подыскать, но честно сказать, я за всю игру так и не поменял два основных ствола. Первая это Сэмми, самодельная винтовка, созданная по западному образцу. Вторая пистолет Стеллион, кажется, в общем, очень сильно модифицированный, Кольт 19-11. Короче, после всех подготовительных мероприятий, Сэму, кстати, не бьют рожу в русских традициях, за то, что в лес без очереди только спросить. Ну а наоборот спрашивают, все ли прошло удачно. Вот это сервис. Вызвано это тем, что Том приказал своим не прикасаться к гостю, и все подчиненные, как оказалось, босса уважают. Даже несмотря на его иностранное происхождение, максимум, что себе позволяет в адрес, это шутливое прозвище Кот, ссылаясь на мультфильм Том и Джерри. Сказано выдать оружие, выдают лучшие образцы. Сказано подать лодку бизнес-класса, отполируют до блеска перед подачей, поверьте, не только лодку. Покататься по мере прохождения, правда, дадут совсем чуть-чуть, может, конечно, чуть больше, чем в оригинальной игре, но гигантского сома-людоеда не ждите. В этой истории, к слову, из водного царства, кроме несчастной креветки, подорванной на мине, в самом начале вообще сложно что-то выдающееся вспомнить. В общем, в поисках деда начинается с посещения оздоровительного бассейна «Дельфин», первого и ближайшего места, доступного для исследования. Не берусь сказать, что там, куда мы идем, весна, но вот с вурдалаками все в порядке. Сырое, темное, наполненное кучей химикатов здание буквально создано для того, чтобы в нем поселились зверолюди. В «Метро Исход» Артем отмечал, что данные твари обладают зачатками разума, селятся стаями в мрачных заброшках, нападают внезапно, бухают пиво, а если добраться до жертвы не получается, подбирают камешки, аки-макаки, бросают их в лоб. Самые гениальные особи даже могут нацепить на голову прибор ночного видения, становясь тем самым вожаком, поверьте, просто так красиво вещь они не отдадут. Но это лишь вопрос времени. И вскоре коронованный ценным артефактом Сэм Морская Пехота может сражаться с обитателями тьмы на равных. Сразу после бассейна американец попадает в другие воды, а именно местный пруд, посреди которого застыл во времени дедушка Ленин. Конечно, не статуя свободы, но и на дворе уже, 2036 год прошу заметить. Так что, недолго думая, сворачиваем налево и направляемся к заброшенной школе. Честно скажу, это место, наверное, одно из самых жутких во всем дополнений, так как в здании нет фактически врагов, но постоянно слышны какие-то крики, шумы, музыка. Конечно, можно там сыграть на пианинке. Конечно, это жизнь без пианины. Но от этого не легче, ибо источник странных звуков так и остается тайной второго заблокированного этажа. От греха подальше валим из этого учебного заведения на противоположный берег, пока нас духи не съели. На противоположном береге, к слову, все уже намного оживленнее и приятнее, хотя бы потому, что можно водрузить седалище в удобное креслице и поиграть немного на губной гармошке. Неподалеку же раздаются раскатисты мэха выстрелы, сигнализирующие о том, что вскоре предстоит перестрелка. В общем, живем. Впрочем, странные дела начинаются еще на подходе к зданию кинотеатра. Мало того, что зверолюди внезапно решили овладеть мастерством руфинга, так еще и бандиты, призванные данный кинотеатр охранять, не могут разглядеть угрозу с запада, притаившуюся буквально в трех метрах от них. Разгуляться в кинотеатре действительно есть, где можно и пострелять, и в бубен кому-нибудь дать, с этим, кстати, поосторожнее, так как после тяжелого кулака в бархатной перчатке дяди Сэма враги никогда больше не очухаются от слова совсем. Зато можно найти ноты и изучить тем самым новую песню на губной гармошке. Вангую похоронный марш из культурной программы просмотр кино через старый проектор, расположенный на втором этаже здания. Вместо ТВ, которое со слов Сэма вредно для глаз, можно поставить, например, пленку с документальным фильмом, посвященным взаимоотношениям Сан-Диего и Владивостока. Вот это не вредно! Но и это еще не все. На заднем дворе культурная программа сменяется развлекательно, и можно будет поучаствовать в обезвреживании мин на время с отпрыгивания. Есть, конечно, маленький шанс не уложиться в двухсекундный норматив и запрыгнуть случайно в гроб, но о плохом лучше не думать. Здесь же у мусорных контейнеров стены расписаны всякими речами, начиная от «люди равно бараны» и заканчивая телефоном какой-то Надюши на пару с неким Вовой, который немного, мягко говоря, надоел. Ну и после всех мероприятий вишенка на торте это канатная дорога, ведущая к жилому зданию неподалеку. Еще на подходе становится понятно, что Сэмюль таки добрался до цели, ибо практически сразу его встречают в опле старого знакомого капитана, опять попавшего в передрягу. На сей раз старика прессуют не бандиты, а самые, что ни на есть настоящие гули. В лунную ночь бездушные зверолюди решили выжать из своей квартиры пожилого человека, но демократия уже на подходе. Не без помощи недавно приобретенного прибора ночного видения протагонисту придется пробираться наверх по затопленному зданию попутно отстреливая всю живность и собирая ресурсы. Ориентиром к цели будут служить желтые пятна краски, оставленные, видимо, самим капитаном, чтоб не забыть после очередной бутылки рома, где он живет. Далее герой боевиков вышибает входную дверь ногой, за что моментально должен был получить топором по лицу, но огребает несчастный гуль. В Сэмсу очередь желая реванша тоже хватает топорик и здесь промах, в результате чего незаслуженно получает уже зеленый гуль. Поняв, что игра была равна и боролись два силача, спор между поколениями решается закрыть. После успешной эвакуации издания, которое отныне является братской могилой гулей, Кэп предлагает американцу проследовать на борт, пока из ада не повлезал еще бог весь что. По дороге в убежище господин Эдуард Баранов поделится историей здешних мест, расскажет про бомбежку, подлодку и бандитов, пришедших на все готовенькое. Не будет забытый вальяжный том с предложением, от которого нельзя было отказаться, но беседу бесцеремонно прервет хитрый снайпер, открывший огонь по лодке. Очень метким стрелком оказывается некто Корж, главарь одной из банд, не любящий чужаков на своей земле. Здесь чем лодку приходится уводить в безопасное место, в то время как главгероя предлагается устранить помеху. А легко! Порхая как мотылек под покровом ночи, необходимо максимально осторожно и бесшумно проскользнуть мимо кучи врагов и добраться таким вот образом до стен барака, где выседает злоебучий Коржик. Подобно Грейсону Ханту, наш морпех вновь решает проблемы ногами и даже напавший из-под тяжка крысюк с ножом не в силах совладать с неукротимым бычарой. Коржовый снайпер начинает молить о пощаде после первого же пиздюля и что с ним делать дальше решает уже сам игрок. Можно просто вырубить Коржа и демонстративно захлопнуть дверь, или же сделать все красиво и используя один из 130 скиллшотов буллетшторма, сначала дать пинка, а затем подорвать, что лишь разница, что граната жертве не засовывается в разное отверстие, в отличие от первоисточника. Таким образом, после веселых конкурсов вызваниваем товарища и сообщаем, что дело сделано, ну а после залезаем на борт и вместе с капитаном отчаливаем на временную базу. Где она находится, никто не знает, поэтому если вас кто-то заманивает, не слушайте. Уже на месте, слово за слово, Сэм таки пробует выпытать информацию про топливо, но умудреный жизнью дед, зная куда это идет, точного ответа не дает. Вектор обсуждения сразу сменяется, например, на дизельный генератор, который они с мужиками установили на крыше, или на лифт, который от этого самого генератора питается, потому что по лестнице подниматься сложно, старые ноги уже не держат, еще и гули с подвалов лезут. Но на самом деле в его бесконечных историях есть и полезная информация. В монологе четко прослеживается неприязнь к заковидному климу, действующему вопреки приказу Тома, а зачастую просто как ему вздумается. Из-за его недавней облавы капитан чудом унес ноги, чего не скажешь про его товарищей, в связи с чем сотрудничество с Томом и его хнидочим помощником остается под большим вопросом. На хате напарники решают переждать бурю, и, надо сказать, расположился старик довольно неплохо. Квартира с освещением, багаж сам собой разгружается куда-то в пол, красота. Тем не менее, к разговору мужики все же возвращаются, когда Сэм предлагает лично вызвонить Тома и услышать всю информацию, так сказать, из первых уст. Предложение американцу действительно осталось неизменным. Сэх, кот, просит Эдуарда помочь с топливом, ибо только он знает, где его достать, взамен на поселок и свободу. Пиндосы и компания в свою очередь обещают собрать манатки, заправить реакторы и плыть нафиг с пляжа. Казалось бы, ситуация выигрышная, но Баранов, будучи уже подставленным Слово джентльмена это, конечно, хорошо, но вот вопрос с Климом остается открытым. Вольные бандиты, как выяснилось, работают именно на его и устраивают облавы, люди пропадают, так дела не делаются. В ответ Том обещает позаботиться о проблеме и в прямом смысле ее устранить. Такой исход капитана, впрочем, устраивает. Конечно, без лишних ушей он добавляет, что ни на секунду не верит человеку по ту сторону рации, но что поделать, если выбора опять же нет. И на этом напряженном моменте генератор вырубается и все обитатели дома остаются без света. Живущие по подвалам зверолюди вряд ли пойдут разбираться, да электрики из них фиговые, поэтому тяжкая бытовуха ложится на плечи Баранова. Но вот незадача, старые ноги опять уже не держат и происходит вывих конечности. Условия почти полевые, поэтому вместо врача теперь Сэм, а вместо обезболивающего стаканчик другой горячительные жидкости. Тянули-потянули, хрящ хуясь и сустав вправился сам собой. Ранее капитан, правда, говорил, что не пьет, но по такому случаю наверное можно и в результате обезболивания происходит между первой и второй перерывчик небольшой. Короче, пошло-поехало. Вот уже шатающийся Баранов вместе с американцем пытаются завести генератор, а когда он не заводится, пинают ногами. От этого свет, впрочем, не появился, зато в голову пришла поистине светлая идея достать музыку. Благо под домом проходила пара каких-то зевак с красным магнитофоном и вуаля, пара крепких люлей и генератор уже чинится под композицию Виктора Цоя. К сожалению, данная музыка 100% закопирачена на Ютубе, но если в двух словах, то вся эта катсцена, поделенная на множество отрезков, сопровождается переменами, которых требует наш сердца, если вы понимаете о чем я. Там уже и капитан свои стратегические запасы алкоголя подтаранил, и брата целезет, говоря, что Сэм отличный парень. Забавный момент был, когда на крышу залез один глупый гуль, но капитан сначала его отпинал, а затем набухался еще сильнее и перепутал со своим товарищем. Моу Сэма и там и тут показывают. Че, не смешно? Не поняли? Это метро! В конце концов, широкая русская душа заваливается спать на пыльные матрасы, а вслед на боковую идет и калифорнийец. На утро, впрочем, все как всегда. Надо сказать, что вопли Сэмэя похмел немного отрезвляют деда и далее разрабатывается план действий. Капитан говорит, что искомое топливо находится в подземной базе субмарин, но так просто туда не добраться из-за радиации. Защитные костюмы можно подыскать в местной пожарной станции, а как туда попасть одному Посейдону известно. Гениальный по своей ебищности план практически сразу заводит протагонистов в засаду бандитов, пришедших видимо мстить за коржа. Благо хоть отсталые и запутались в собственных смоках и не сделали ни единственного выстрела. Я правда тоже чуть не утонул с испугу, поэтому один-один. Интересно, кто за этих клоунов мстить будет? Казалось бы, локация представляет из себя огромный бассейн со стравками, садись на лодку доплавай, а вот хрен. Воды действительно много, но если присмотреться к местности, то почти везде можно пройти пешком по суше. Вызвано это тем, что знаками радиационной опасности усыпана почти вся внешняя береговая линия. И если не то, что пересечь, а хотя бы приблизиться к ней, то персонаж довольно стремительно загибается, что не есть хорошо. Умные разведчики сообщают, что и по прямой не получится. Пожарная станция буквально вон в 500 метрах стоит, но добраться до нее можно только через базу бандитов. Да и до базы бандитов фиг доберешься, так как ворота навсегда закрыты, видимо плавали уже ушлые. Я даже не поленился проверить, никак. Вот придется через всю карту давать крюка, хотя тем веселее. Путь следует держать в сторону заброшенной автосвалки. Там, откуда ни возьмись, появляется голодный и злой крылан, желающий подраться и прославиться. И поскольку миновать сьючись никак нельзя, то местная свалка превращается в своего рода узкую арену. И главгероя все так же методично и терпеливо придется отстреливать летающую дичь и уворачиваться от не менее летающих автомобилей, разлетающихся от мощных лапич горгульи. К счастью, заканчивается все не в пользу последней стая стражей, откуда ни возьмись, набрасывается и раздирает раненого крылана, в то время как Сэм может вздохнуть свободно и продолжить путь. Откуда-то издалека раздается вой сирен, сигнализирующий о приближении бури. На связь моментально выходит Том и заботливо сообщает, что лучше бы убираться по добру-поздорову, так как под радиоактивным дождем особо не спрячешь свои слезы. Поскольку впереди стая сраных кикимор, то принимается решение спрятаться на территории автосервиса право-руля. Там нет ни единой души, как и освещение, зато присутствует сейф, закрытый на кодовый замок. С ним связан маленький побочный квест. Недалеко от свалки находится гараж с надписями Кидала и Лох, и, как оказывается, заклеймил столь обидными прозвищами обладателя гаража его родной брат. Бедолага, сидя в загазованном помещении, жалуется, что изначально автосервис право-руля был поделен поровну между двумя братьями, и все бумажки вела некая Анжелка, и только у нее был полный пароль от сейфа. А потом злому брату стало мало, и он подмял бизнес под себя. После изливания души мужик говорит свою часть кода, это цифры 1, 2, 3, 4. Чуть севернее располагается старый товарный контейнер, в котором поселился тот самый второй злой брат, но, судя по причитаниям, доносящимся из помещения, ситуация тут зеркальная. А так и получается. Истории и обиды двух людей фактически схожи между собой, как схожие коды от их сейфа. Смотри, моя половина кода. 1, 2, 3, 4. Но вы даете. Ты чё, блядь? Полученную комбинацию вводим в сейф и открываем его, выходим на улицу и вуаля, дилемма двух братьев решена. Учредителю бизнеса действительно один, но только это не брат и даже не другой брат, а тюрькиной батюев сраку Анжела Ивановна, обладавшая, как и было сказано, полным кодом, в связи с чем ловко опрокинувшая двух кукол дочей через одно место, пока те ковыряли в носу. Тем не менее, есть у этой истории и позитивный момент. Пара глупых братьев помирилась и теперь все счастливы. Братья братаются, происходит братское брат за брата за братскую основу взято. Запомни брат, если весь мир встанет против тебя, брат у меня все равно встанет, но вы поняли. В общем, это необязательное задание, достаточно жизненное, как одна буквально досадная ошибка может поссорить даже родных людей на много лет. Всему виной бабки. И Анжелка, конечно, идем дальше. Поскольку бури на небесах и бури в сердцах закончилась, то можно безмятежно прогуляться по минному полю и отлупить стаю кикимер, замеченную в бинокль ранее. Когда все дела будут сделаны, дорога к логову бандитов будет открыта. Стреляться на базе с гадами на самом деле не так интересно, как то, чем они на этой самой базе промышляли. Дело в том, что выгнанные Томом с пригретого места мародеры остались не у дел, но прошаренные шныри придумали интересный бизнес. Использовать диких зверолюдей в быту. А чё, они крепкие, могут повозки толкать, баржу тянуть, а жрут немного. В любом случае выгоднее, чем горючее жечь, вот бандюганы их и прикармливали, а затем сдавали оптовикам. Откуда эти барыги брали такое количество мутантов, и как они вообще могли заставить их хоть что-либо делать, остается тайной. В принципе, после уничтожения базы можно ограбить склад с добром, повернув три рубильника в порядке 3-1-2. Таким образом будет разблокирована дверь в кладовое помещение. На полках можно найти ресурсы и улучшения для рюкзака, чтобы таскать больше аптечек и фильтров, ну а после разграбления необходимо открыть ворота и сесть в лодку. Необходимо спрыгнуть в воду и сесть в лодку. Путь вынужден расстроить, предстоит нелегкий, так как местность между пожарной станцией и базой сильно загрязнена. Из-за жуткой мглы фильтры у противогазов улетают буквально за несколько секунд, я до сих пор не понял, это баг или какая-то фишка игры. Что-либо сообразить в такой ситуации просто нереально, но если в двух словах, то в гигантском ангаре по пути лодка завязнет в слизи, оставленный большими глистами и подробнее этих монстров можно было рассмотреть в предыдущем DLC. Проблема в том, что на сей раз огнемета у персонажа нет. Но огненное шоу все равно можно устроить, поскольку на мостиках по какой-то причине чистый воздух, то есть время подготовить все необходимое. Все готово, дорог чиста. Но относительно конечно, впереди еще одна газовая атака, плыли блин в пожарную станцию, а приплыли в блок 11. Где-то между ангаром и пристанью будет одна маленькая пристройка со значком аптеки, и ее сторожит пара будущих мертвецов и как оказалось не зря. В местной аптеке помимо чистого кислорода и кучи живых цветов, также находятся вкусные грибы-химикаты, необходимые для крафта. Но поскольку верстака, чтобы все это добро задействовать как назло нет, придется их похоже высушить, и таким вот нелегким путем Сэм достигает другого берега и причаливает к пристани. Через нее можно попасть на пожарную станцию как раз. Скажу честно, от пожарки тут одно название. Это скорее какое-то логово денджон-мастера, где держат факинг-слейв зверу-людей. Ну серьезно, если хотя бы на базе они в клетках сидели, то здесь несчастные гули просто стоят связанные или привязанные к чему-либо. Объект, естественно, охраняемый, и по всем чужакам, включая американцы, ведется огонь на поражение, но ясен-красен, никаких проблем тут возникнуть не может, раз что собака внезапно прыгнет и испугает из темноты. Чуть позже подруга нераздосадованных бандюганов Сэм попадает в святая святых пожарной станции и ворует оттуда защитные костюмы. Один комплект сразу надевает на себя, второй припасает для капитана. Есть, конечно, вероятность, что никому это старье нафиг не нужно было, но, согласитесь, вряд ли орущие вслед беглецу-головорезы стали бы отдавать вещи по добру-поздорову. Далее канатная дорога жизни переносит действие игры, а заодно и нас с вами в мыльную оперу, которая своей слезливостью и графонием вряд ли кого-то оставит равнодушным. Красоту леса в 20 кадрах в секунду невозможно передать словами, ровным счетом как и записать, ибо лично у меня компьютер перегрелся и все начало тормозить на этом месте, на внезапно прилетевший крыложоп ныл как девочка, когда его текстура не прогружалась, а счетчик фпс завис на отметке в 2. Перенеся ПК в холодильник, продолжение катсцены мы, конечно, увидим, где чудовище относит главного героя на очередную мини-арену для разборок и физического насилия. Чё этому крылану так понравился Сэм, сказать трудно, может он Макдональдс им пахнет, но чтобы не соврать насчет длительности этого утомительного боя, к моменту его завершения уже стемнеет и начнет капать кислотный дождь. Хорошо, что перед смертью зверюга хотя бы обратно на тропинку отнесет нас, а не просто оставит в этом заскриптованном колизее с невидимыми стенами, оттуда ж не сбежать. Спрятаться от радиоактивных осадков можно в лачуге неподалеку от места событий. Кой-то чёрт её заминировал, правда, думая, что папу Сэму так легко одолеть, но как бы не так. Вовремя подвернувшийся в хижине верстак поможет переделать винтовку Сэме в настоящее ружьё, с которым легко выслеживать диких кикимор. Говорить о том, что эти брундуслики моментально вылезут все из стаи и дадут отпор быдлу, я думаю, всё же не стоит, но здоровяк Сэм гонимый хомяками-переростками, это, конечно, было забавно. Спасаться бегством придётся аж до самой набережной, там на помощь приедет пожилое такси, после чего необходимо положить второй комплект защитного костюма на бочку и слушать новый план действий. На первый взгляд всё опять кажется логичным, добраться до доков, погрузить топливо на борт и можно отчаливать. Маленькие проблемки со слов капитана способны доставить разве что электропауки, но зная вселенную метро, всё что связано со словом пауки здесь означает большие проблемы и никак иначе. Позже эта теория подтверждается и пред взором предстаёт новый, абсолютно уникальный вид паукообразной мрази, встречающийся только во Владивостоке и то в заброшенном ангаре субмарин. Данные особи способны накапливать электричество и излучать его, преспокойно выключают все электроприборы, будь то фонари, лампы, моторы, генераторы и прочее, зато после ликвидации магия пропадает и всё возвращается на круги своя. Лучшим другом на данном этапе прохождения может стать свечка в левой руке, ибо её в случае чего можно сразу поставить за упокой, хотя, как верно подметил главгерой, пригодились бы целые факелы. Кстати, когда свет вырубается, из нор вылезают и обычные жукопауки, причём всей семьёй, что они есть хорошо. Прибор ночного видения в такие моменты, как и вся электроника не работает. Особое веселье начинается после подачи питания на гермоворота. Лодка капитана сможет войти в отстег с топливом, и вроде как уже всё готово к погрузке, но опять же нет. Правило семь раз от мерь, один раз не пидорас, не работает в данной вселенной. Или как можно прочитать хитрого павука, ворвавшегося в погрузочный док, и ценой своей жизни хуйнувшего всю электронику. Естественно, его электродрузей тоже надо убить, после чего дело будет завершено, но эта тварь ещё отомстит Сэму позже, обесточив лифт. В конце концов, вся команда вновь воссоединяется, на сей раз без происшествий, и на этом, слава богу, можно уплывать с базы субмарин. Сэм докладывает об успешном завершении операции Тому, и сообщает, что будет на объекте вместе с капитаном и топливом примерно через час. Дальше обстановка накаляется, и весь при параде капитан предлагает Сэму совершить немыслимое. Подорвать подлодку Тома со всеми людьми внутри, так как доверие не американец, не уж тем более его сподручный Клим, у Баранова по-прежнему не вызывают. Он бы и сам это сделал давным-давно, но затопить такую красоту настоящий моряк не может, в то время как и оставить махину с ядерным оружием в руках непонятного пиндоса тоже не хотелось бы. Впрочем, выбор как поступить ложится на мужественные плечи Сэма, но прежде чем решать, капитан просит хорошенько подумать. При личном разговоре Эдуарда и Тома, вся неприязнь между бывшими коллегами сразу вылезает на поверхность. Американец в саркастической манере пытается поддеть старика, отказавшегося от жирнючего предложения работать сообща, в то время как сам Эдуард Баранович занимается буллингом, называя оппонента душным человеком. Натянутый разговор благо прерывается как раз вовремя. В трюм вбегает раненый солдат, в то время как из громкоговорителей раздается грубый голос Клима, знаменующий смену настроений на борту. Оказывается, Клим не такой уж и тупой, как может показаться на первый взгляд, и просчитал все ходы наперёд. Зная об уговаре убрать быдло с подлодки, Клим решил поменять правила игры и захватить власть пока ещё не поздно. Также вместо того, чтобы, как он выразился, гнать порожняк, зэк собирается вдарить ядерным оружием с подлодки по кому-нибудь, да чтоб знали наших, на что Том его называет Бекстабин Коксакой. Бекстабин Коксакой Что означают эти страшные и плохие слова, мы с вами не будем выяснять, а вот капитан вместе со своим заклятым врагом решают всё-таки выяснить отношения и объединиться против нависшей угрозы и вместе разобраться с Климом. Ну как вместе? Барана просит вывести подлодку в море, но из-за закрытых вороз делать это не получится. Том тоже нихера не может. Вот и получается, что в диспетчерской радиорубке засел Клим, и, соответственно, на разборке придётся отправлять тайное оружие зарубежного производства по имени Сэмюль. Поскольку время, как бы это парадоксально не звучало, в данной ситуации не ограничено, то пройти через толпу врагов можно либо при помощи стелса, либо по старинке отстреливая. Конечно, лучше комбинировать данные способы, ибо не всегда будут попадаться сонные враги, защищающие спиной Родину, коих можно бесшумно обезвредить. Что уж говорить про тир с гулями, выпрыгивающих из контейнера десятками прямиком на палубу, где и спрятаться негде. Дальше начинается вообще Call of Duty с крутым Сэмом, так как придётся перебить армию Климовских бандитов, непонятно, где он вообще умудрился такое количество людей найти в подчинении после зачистки всех локаций. В общем, долго ли, коротко ли, но Сэм таки добирается до рубки с засевшим антагонистом внутри, и без боя он, естественно, сдаваться не будет. Далее следует новый зрелищный бой, являющийся заскриптованным, то есть игрок не может повлиять на его исход. Тут стоит, наверное, добавить немного информации о самом Климе. Если в двух словах, то до войны он, будучи партнёром Тому по бизнесу, имел очень много людей в подчинении, охранявших оружейные склады. В 2030-х годах вместе с Томом они отобрали подлодку у капитана Эдуарда Баранова, став таким образом главной бандой Владивостока. После этой подлянки, судя из рассказов самого капитана, Клим пытался его убить, заманив в ловушку, но, к счастью, неудачно, хотя упомянутые дедом товарищи, тоже попавшие в западню, были застрелены. И, кстати, это люди Клима схватили Сэма и доставили на подлодку к Тому. В общем, главной силой и угрозой всё это время был именно он, а не американец, и, в принципе, капитан предвидел подобное развитие событий. Возвращаясь к бою, непонятно, кто бы, в конце концов, победил в этой схватке, так как главный герой получает ранение ножом в живот и едва не отправляется на тот свет, благо Сэм вовремя открыл ворота и тем самым выпустил подлодку в море. Ну а идя мимо, она протаранила радиовышку, где и происходила драка. По случайным обстоятельствам Сэму удается перехватить инициативу и вонзить осколок от разбитого стекла в шею Клима. Поверженный антагонист падает камнем в воду, ну а перед солдатом наконец-то предстаёт долгожданный выбор. Взрывать или не взрывать? Концовка с выброшенным в воду детонатором без нажатия красной кнопки лично мне кажется более оптимистичной, поэтому я выбрал её. Сэм мысленно извиняется перед капитаном за принятое решение, понимая весь груз ответственности, который теперь ляжет в том числе и на его плечи, но тем не менее домой американец таки попадает. Раненого морпеха доставляют на субмарину к остальным и уже вместе без каких-либо происшествий команда достигает берегов Северной Америки. Вот такое вот получилось путешествие от Золотого моста в Хабаровске до моста Золотые ворота в Сан-Франциско. В Москве я был своим среди чужих, а здесь стал просто чужим. Том протянул мне руку. И что с того, даже если он нажмёт на кнопку, новой ядерной войны не случится. Старый мир мёртв. На трубе всего лишь добавится язву. Никакая сина не кажется мне слишком высокой за белье домой. Особенно если платить за него буду не я. Надежда увидеть отца. Всё что у меня осталось. Всё о чём я мечтал. Мечтал все эти годы. Да, я согласен, что эта концовка кому-то покажется плохой или эгоистичной, но по крайней мере она разумна по сравнению со второй. Затопление подлодки означает смерть всех людей, включая Тома и Капитана на субмарине, а делать это только из-за опасений Эдуарда Баранова, что злой Америкос применит ядерные бомбы с борта. Ну, просто глупо. Все русские, прошу заметить подчинённые Томаса, говорили о нём в нейтрально положительном ключе. Да и вряд ли разумный лидер пойдёт на какие-то безумства. В конце концов, подумайте про Сэма. Брошенный на чужой земле человек, обречённый доживать свою последнюю зиму в оледеневшем Хабаровске. В полном одиночестве. Такую судьбу заслуживает герой за всё, что он сделал? На мой взгляд, нет. Огромное вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на группу ВК, Твич, Дискорд. Все ссылки и музыка в описании. Там же будет плейлист с предыдущими сериями. Ну, а я с вами прощаюсь, как обычно. Счастья вам! Субтитры подогнал «Симон»!